привет друзья ученики просто случайный зритель вы не раз слышали что бытие определяет сознание но мало кто задумывался и еще меньше кто верит а самое главное понимает что что сознание определяет бытие современном мире квантовая механика да и вообще вся современная физика доказывает что все что есть в этом материальном мире это энергия в том или ином виде и исходя из этого можно понимать что и мысли это тоже энергия не можно а нужно понимать не спешите отключаться переключаться не слушать потому что это напрямую касается не только нашей жизни того как мы будем жить с кем мы будем жить насколько будем успешными но это также касается и напрямую наших с вами тем относительно того как мы будем выглядеть любой человек который верит в то или иное может этого добиться любые ограничения которые у вас у нас всех есть они только в голове поэтому нужно поверить в то что можно натренироваться и без употребление стероидов естественно понятно что таким как участник конкурса мистер олимпия вам не стать но таким вам не стать даже если вы будете употреблять фармакологию понимаете я уже в этом деле почти 30 лет поверьте 80 процентов людей тренирующихся ради того чтобы набрать мышечную массу применяли либо принимают стероиды но единицы реально становятся большими конечно можно все списывать на нашу биохимию на то как действуют те или иные рецепторы на раздражение в виде анаболических или андрогенных стероидов но большинство людей которые чего-либо добиваются в жизни и я сейчас говорю не только о росте мышечной массы или силовых показателей они для обывателя возможно немножечко крэйзи здесь конечно сумасшедший не очень подходит но вот слово фрик которая в россии используется как урод в америке используется чаще всего как человек повернутый на что на чем-то тем чем он занимается чем он увлечен и это слово не несет в себе негативного характера к сожалению у славян очень ярко выражена негативная составляющая мышление родился если кто-то красивый то там значит одно если кто-то богатый значит наворовал если девушка на машине с айфоном значит насосала других вариантов нет да очень тяжело будучи порядочным человеком особенно в наших странах бывшего соцлагеря занимаясь каким-то честным трудом добиться какого-то серьезного успеха но такие примеры есть и не обязательно становиться при этом если ты становишься богатым становиться негодяем или плохим человеком поверьте рпц и все православие я не хочу оскорблять чувства верующих или кого-то еще но вы посмотрите копните все сводится к тому что человек должен быть бедным несчастным угнетаемым и это по православию есть вообще истина есть даже может быть смысл жизни потому что через это ты показываешь насколько ты чистый человек и как ты относишься к богу и что за это ты когда-то потом будешь вознагражден если брать в целом христианство то это самое самое угнетаемое человечеством вернее человека религия она сводится к тому что кайся совершай грехи но кайся и тебе все простится самое главное верь что кто-то существует я сейчас это все говорю не для того чтобы повторяю оскорбить чувства верующих каждый может верить во что угодно лично то во что верю я многих вообще может и вызывает улыбку и смех но мне это все равно меня я ведь тоже верующий каждый верит и даже тот кто не верит в бога он тоже верующий потому что он верит в то что нет бога но для меня верить в бога именно в того в котором которого нам сейчас преподносит христианство это все равно то же самое что верит деда мороза понимаете с точки зрения логики но к чему я это все говорю я говорю это все к тому что государство государственность вместе с действующей религией а тот кто не знает обзывая сектами там кого угодно на самом деле секта это все что не является действующей религией в конкретном государстве так вот религия и государство направлено только для одного для того чтобы угнетать человека прививать ему то что быть бедным это не то что нормально и естественно это хорошо это если хотите бога угодно если ты бедный то априори ты хороший но это не так друзья не обязательно бедный человек хороший человек точно так же как не обязательно богатый человек плохой человек возьмите к примеру принцессу диану какой еще более лучше может быть пример богатого человека и абсолютно бескорыстного человека который за это же пострадал и поплатился своей жизнью понимаете к чему все я вам это рассказываю если кто-то не понимает никогда не верьте в то что вы слышите и никогда не думайте что вы или я в том числе чем-то уникальным быть уникальным настолько сложно это нужно быть реально независимым а если вы думаете что вы независимым это не правда и я сейчас говорю не физической зависимости а именно ментальной моральной зависимости потому что мы с вами придерживаемся того или иного менталитета только по одной простой причине по причине того что общество в котором мы живем придерживается этих моральных устоев просто представьте себе что вы выросли в обществе людоедов вот представьте это понятно что это абсурдно для нас но для вас в таком обществе было бы нормально есть людей вывешивать черепа скольких людей вы съели гордиться этим хвастаться этим учить этим этому своих детей понимаете и где как найти ту грань где действительно есть какие-то наши мысли наша воля а не навязанная нам тем миром в котором мы живем ведь ребенок приходя в этот мир он абсолютно чистый как чистый лист китаец рождается он не знает китайского языка англичанин рождается он не знает английского языка все это мы с вами приобретаем если вы верите в то что накачаться быть в хорошей форме что заработать денег невозможно то вы никогда этого и не добьетесь более того вы будете делать все для того чтобы этого у вас никогда не было вы будете находить причины и оправдания в любом случившемся событие или не случившемся событие воспринимать это как знак судьбы как подтверждение и вашей точки зрения потому что подсознание наше работает именно так друзья необходимо перезагрузка нужно сесть и может быть не раз и осмыслить все это задуматься а действительно к чему я иду в чем смысл жизни понятно что смысла жизни нет и не нужно сейчас говорить что смысл жизни в детях туда-сюда ну так живут и все животные в этом нет никакого смысла высшего смысла с точки зрения метафизики если хотите смысл жизни один жить если вы возьмете ту же библию которая по моему была написана на древнем ирамейском языке и слова вера там переводится как точное попадание что-то такое я я точно не помню не хочу вас обманывать но она никак не переводится и не имеет значения что человек должен быть несчастлив наоборот если вы посмотрите в корни любой религии которая вам только известно посмотрите не через интерпретацию того как преподносят это священники называйте их как хотите а сами самостоятельно посмотрите глубь этого и вы увидите что любая вера направлена на то чтобы человек был счастливым в этом ваша основная задача и для этого не нужно быть богатым для этого не нужно быть бедным и даже не нужно быть больным или здоровым но естественно это все составляющие этого здоровья но они имеют внешний фактор сначала друзья возродите выращите в себе позитив ощущение постоянного счастья вне зависимости от того что происходит вокруг понятное дело что потеря близкого человека любое какое-то негативное событие оно влияет на нас и мы будем печалиться но вы же знаете что есть люди которые чтобы не случилось каких бы целей успехов в жизни они не достигали они все равно находят где-то что-то над чем бы им попечалиться так вот друзья основная мысль моя в том что находите во всем позитив и в любом событии которое с вами случается старайтесь видеть позитив старайтесь быть счастливыми потому что они по определению они потому что что-то происходит вокруг вас это очень важно осознать и если вы приходите в зал и тренируетесь к примеру но думаете если вы парень там я вот качаюсь не использую фармакологию поэтому я не расту думаешь так ты никогда не вырастешь если ты девушка приходишь в тренажерный зал и хочешь стать лучше но при этом в подсознании держишь то что без использования каких-либо препаратов ты не станешь такой то ты никогда и не достигнешь своего результата идеала к идеалу в принципе приблизиться можно достичь его никогда нельзя потому что идеал это как морковка у ослика которая привязана над головой и он постоянно бежит 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 кто это понимает молодец нужно понимать это осознавать это и принять это а самое главное любить жизнь никогда не жаловаться на жизнь поверьте есть люди которым в тысячи раз тяжелее чем вам с нами не дай бог родиться где-нибудь в африке в каком-нибудь туземном племени которая там угнетается со всех сторон и нечего им есть есть что покушать сегодня есть любимый человек радуйтесь живите в удовольствие друзья вот основной жизненный постулат ну ладно побежал я тренировать алу увидимся в следующий раз обязательно напишите в комментариях что вы думаете по всему этому вопросу по этой теме которую я сегодня немножечко вкратце затронул и интересно ли вам чтобы мы продолжали такие разговоры или чисто узколобно работы для вас только в плане тренинга питания восстановления мне очень интересно ваше мнение спасибо